всем доброе январьское субботнее утро вот я сейчас сварила себе кофеек и кашку овсяную и решила что я как-то давно не готовила клофутти немедленно достала вишню из морозильника размораживаться и буду печь клофутти и так для приготовления французского десерта клофутти нам потребуется 3 яйца 1 стакан молока теплого 100 грамм муки сахарная пудра для посыпки 100 грамм сахара ванилин щепотка соли и конечно же вишня грамм 400 500 у меня вишня была заморожена а сейчас я ее разморозила вишню я смешала с сахарным песком форму для выпечки смазала сливочным маслом и высыпала туда вишню посыпанную сахаром в глубокой чашке взбиваем 3 яйца в другой чаше смешиваем муку остатки сахара немножечко соли и половину чайной ложечки ванилина все это перемешиваем и постепенно вводим взбитые яйца затем тонкой струйкой вводим молоко перемешиваем аккуратненько и все тщательно перемешиваем вот так яично-молочная смесь с небольшим совсем количеством муки у нас готова сейчас мы ею зальем приготовленную вишню а сейчас отправляем в духовку разогретую до 200 градусов на 40 минут пока наш десерт не покроется золотистой корочкой вот и готов наш чудесный десерт клафути он остыл и мы посыпаем его сахарной пудрой и будем пить чай я рекомендую клафути я рекомендую клафути есть со сметанкой да Вася ты прав да 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 и всем желаю приятного чаепития но хочу сказать что клафути не обязательно готовить с вишней вишню можно заменить и сливой или какими-то другими ягодами но вообще классический рецепт он идет с вишней всем желаю приятного аппетита крепкого здоровья и до новых встреч если вам понравился мой рецепт поставьте пожалуйста лайк гамад